Всем привет, с вами Катя и проект Индубай. И сегодня по традиции мы снимаем очередное видео про погоду в Дубае. Наступил сентябрь, а предыдущие видео вы можете посмотреть за июль, август и так далее, вот слева от меня. Значит, начинается время отпусков, закончится давно уже рамадан, стало больше народу однозначно на улицах. Наступил вечер, я недавно пришла с работы, какие ощущения по сравнению с августом, и там явно замечается наличие меньшего уровня влажности, так сказать. То есть раньше, когда я выходила из своего помещения, скондиционированного помещения, тут же покрывалась слоем испарины, волосы тут же становились дыбом от влажности. Сейчас такого нет, сейчас, слава богу, стало все поприятнее, поспокойнее, джинсы, штаны тут же не липнут к телу. То же самое касается одежды, стало спокойнее и приятнее дышать. Температура сейчас воздуха 34 градуса, днем было 38 градусов. Темнее здесь, кстати говоря, так как уже наступила осень, пораньше, уже в полседьмого сейчас начинается закат, и солнце длится очень быстро. Я стою на улице уже минут 10, пока мы снимаем видео, и могу сказать, что, конечно, потение меньше происходит, но все равно оно есть, присутствует, то есть на улице долго находиться нежелательно, тем более ходить. Ну, хорошо бегать, кстати. Я сама тоже иногда бегаю. И в такую погоду просто вечером замечательно бегается, потому что уже пошел такой ветерок. Последний с августом погода была, а ветер был по вечерам, но он был жаркий. То есть все равно вы шли, и на вас обдувало жаром, горячий воздух, мне нисколько не охлаждало. Сейчас, может, видите, дует слабый ветерок, бриз, приятно уже, такой более-менее прохладный. И бегать тоже уже, когда погода становится лучше. Но не переживайте, так жарко, потому что все свои калории, все свои жиры вы также сожжете. Что еще сказать про осень в Дубае? Значит, вчера у нас была песчаная буря, и с изменением времен года их становится все больше. То есть она осенью, зимой побольше, там весна, летом поменьше. Что же это такое? Явление очень страшное. Я сама его наблюдала, слава богу, находясь в помещении в закрытом, из окна. Стоит такой очень туман, как будто настали сумерки, ничего не видно. Если выйти на улицу, вас тут же обдает просто, сносит ветром сильным, с песком. У вас потом весь песок становится везде, в ваших волосах, в вашей одежде, в ваших туфлях. Поэтому в песчаную бурю лучше не выходить на улицу, и, конечно же, лучше не ездить на автомобиле. Но, конечно же, это невозможно, потому что вы не можете подстраиваться по погоду особо. Вообще, могу сказать, что я сама приехала в июль, самый жаркий месяц, да. Просто было невозможно находиться ни в какой одежде. Сейчас я очень рада, что погода, наконец-то, поменялась. Но, в принципе, терпимо, потому что, опять же, вы находитесь в помещениях, везде кондиционеры, и вам всегда хорошо. То есть по улице минимум ходить. Обычно это у нас как делается, с метро на такси до работы, с работы на такси до супермаркета, и как бы и все. Поэтому это кондиционеры здесь очень хорошо выручают в таких ситуациях. Мы находимся на детской площадке, в которой Дубай Марина, которую я упоминала ранее в предыдущем видео. Что хочу сказать про именно находясь в этом месте. Вот с нами играет ребеночек, что очень удивительно, потому что ранее, даже в такое время, когда уже, по идее, вечер, уже солнце село, и все думают, что сейчас будет не так жарко. Это на самом деле не так. В августе, в июле было в это же время очень жарко, по-прежнему там кипела 40-го радостная жара. Но сейчас, благодаря ветерку, которую я упоминала ранее, дети, детей чаще можно видеть. На таких площадках они играют, веселятся, им, судя по всему, очень хорошо находиться здесь. Кстати, жалко, что здесь, жалко бывает иногда, что на улице нет кондиционеров. Потому что, если бы вот в Дубае были бы кондиционеры на улице, то было бы вообще замечательно. Я лично, например, дома всегда включаю кондиционер. Да, хоть и у нас везде здесь есть бетонные, точнее, из плитки сделанные полы, для того, чтобы холод гулял. Все равно необходим кондиционер. Но, друзья, не советую вам его включать на 19 градусов, 16, которые включают, сумасшедшие люди. Всегда оставляйте его минимум хотя бы на 23, особенно ночью. И включайте его на скорость, знаете, там есть три режима по вентиляции. То есть там есть большой вентилятор, нарисован такой маленький и самый маленький. Включайте на самый минимальный, потому что, чтобы вас не продуло. Здесь такая ситуация, здесь болезнь такая, хоть здесь жарко, но почему-то все простужаются. Все именно из-за этих кондиционеров. Включают их на полную катушку, так скажем, тратят кучу денег на энергию, и потом в итоге заболевают. Вернемся немного к теме туристов. Меня очень многие спрашивают люди, в какой веке месяц лучше посетить Дубай. Я все-таки считаю, многие уезжают в сентябре. Это знаменитая пора отпусков, и все думают, что это бархатный сезон. Но я все-таки советую вам, ребята, что все-таки на октябрь, потому что сентябрь еще такой месяц, во-первых, он непонятный в плане вообще обстановки в городе, потому что приезжает много детей, какая-то непонятная суматоха, то ли что, все в школу устраиваются, там какие-то открывают дела. А к октябрю все, думаю, успокоится, станет еще прохладнее, море не будет кипятком ни вечером, ни днем, ни утром, оно будет иметь хотя бы нормальную температуру хотя бы там с утра или после заката. Для туристов мы находимся возле очень такого интересного места, очень популярный такой вид развлечений, водный транспорт. На таких вход, платишь за вход какую-то сумму, достать рахам буквально, и платишь, там бывают включены напитки, коктейли, бар и так далее, там танцпо есть, вы сможете потанцевать, развеяться. Для туристов очень хорошее предложение, я считаю, и таких, причем, выбора очень много, и везде можете встретить. Это за нами, к сожалению, не работает, опять же, к тому, что еще сезон не начался, поэтому октябрь – это ваш выбор. Я упомянула «Вскользь море», по традиции, которые снимали до меня Аня за подобные видео, они всегда ходили на море, рассказывали, как они там купаются, загорают, какая там температура воды и так далее. Я море не люблю, к сожалению, особенно в это время, потому что дико жарко. Я в сентябре уже ходила на море, ходила с утра, был неудачный опыт, что меня там немножко выгнали, но это не считается. Мне не понравилось то, что там по-прежнему 8 утра, была кипяченая просто вода, дико неприятно, соль тут же на теле тает, въедается, разъедает кожу, разъедает волосы, разъедает глаза. Песок без специального матраса, которого у меня нет, дико горячий, липкий на жаре, смешан с твоим потом, причем за песок потом ничем из себя не сотрешь, как бы ты ни старался. Поэтому я нашла альтернативу, это бассейн в моем доме, куда мы сейчас направимся. Мы дошли до моего бассейна, который я упоминала ранее. В море сейчас температура 31 градус, мы узнавали специально, а в бассейне, в этом замечательном месте, температура воды всего лишь 23-25 градусов. И сейчас даже, возможно, холоднее, потому что вечер, дует ветер, здесь ветра больше, он менее горячий, потому что это как бы не город жаркий, где там машины ездят, все люди говорят, ну, дуги с газ выпускают в атмосферу. Очень классное вообще место, где проводить можно время. Здесь даже просто люди приходят, вот мои знакомые, мои соседи, даже филипиночки мои любимые, приходят, сидят на этих вот кушеточках и кушают свои там жареные блюда с рисом, просто отдыхают, потому что плавать я не имею, к сожалению. И просто отдыхают, наслаждаются видом и говорят, this is so relaxing. Это правда, расслабляет атмосфера, можешь здесь просто пообщаться, погулять, походить, сделать фотографии. У меня здесь очень много фотографий там вида, можно сделать фотографии снизу, потому что это 35-й этаж, красота просто неописуемая. Все здания, особенно ночью, все горит, светится, просто пылает. Отличное место для загара, потому что здесь есть лежаки. У меня на всех пляжах есть лежаки для бесплатных. А сплатных, как меня, вы помните, меня сплатно выгнали. Точнее, которые принадлежала Терри Хилтон. И лежаки давались только тем, у кого там специальные полотенца были, с надписью символика Хилтона. А здесь есть лежаки, для меня бесплатно, но вот такая карточка, на самом деле, стоит приобрести 250 дирхам в моем здании. Она дает доступ к бассейну и к джиму. Когда вы будете приезжать сюда, обязательно проверите, есть ли у вас вообще бассейн в доме, потому что я слышала такое, что они могут либо не работать, либо не работать до 6 часов вечера, что, соответственно, если вы работаете, обычно на работе, вам это неудобно будет. Загражена специальной заслонкой от солнца, чтобы вода не нагревалась. То есть можно прийти здесь днем, в 2 часа по выходным обычно здесь нахожусь, и вода будет прохладной. Если вы замерзли, там есть недалеко джакузи, где вы можете так же спокойно отдохнуть. Завершим мы на этой мелочи позитивное видео про погоду. С вами была Катя, проект «НДубай». Если вы поставите лайк на этим видео, вы будете просто самым замечательным человеком на свете. Оставьте свои комментарии, делитесь этим видео своими друзьями. Не забываю указывать все ссылки. Всем пока!